Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы вкратце пробежим по основным действиям, которые помогут вам проверить и настроить безопасность вашей группы или страницы в Facebook. Собственно, безопасность страницы и группы в Facebook в первую очередь определяется тем, кто имеет доступ к администрированию и модерированию группы и насколько защищены их собственные аккаунты. Начнем со страницы. Проверить, кто имеет доступ к управлению страницей и какие у него права можно здесь. Здесь же вы можете удалить пользователей из числа администраторов, если сами являетесь администратором, или уменьшить их права до уровня редактор. Редактор также может навредить странице, но не так серьезно, как администратор. Здесь ролей больше, чем в других сервисах, но в принципе, как всегда, достаточно администратора и редактора. Редактор может почти все, но не может управлять раздачей прав. Опасности, исходящие от самих участников управления страницей, мы исключаем или выносим за оскобки. Тут уже вам решать, насколько надежен человек, которому вы раздаете права. От их злого умысла никак нельзя защититься. Тут уже вся ответственность ляжет на вас, если вы дали права администратора ненадежному человеку. А вот о теме безопасности аккаунта можно и нужно поговорить. Любой администратор, не имеющий злого умысла, может стать жертвой фишинга и перехваченный пароль предоставить злоумышленникам всю полноту власти на вашей странице. Есть достаточно простые правила, позволяющие обезопасить аккаунты пользователей, которые, к сожалению, не всегда соблюдаются. Поэтому вам нужно провести воспитательную беседу со всеми администраторами и модераторами и настоятельно рекомендовать им следующее. Во-первых, подключить двухфакторную аутентификацию. Я рекомендую для этих целей Google Authenticator. Простое и удобное приложение, я делал о нем скринкаст. Далее можно пройти проверку безопасности от Facebook. Вообще, справка в Facebook достаточно подробная и русифицированная. Здесь можно найти ответы почти на все вопросы. В данном случае нас интересует проверка безопасности аккаунта. Проверка включает в себя три простых шага. Выйти отовсюду, откуда давно не заходили. Подключить уведомления о входе и посмотреть советы по выбору пароля. Советы простые, но еще раз, двухфакторная аутентификация – это вполне надежный способ защиты. И, собственно, по любой странице есть дополнительные настройки публикаций и действий пользователей. Они доступны администраторам страницы, поэтому перейду к себе. На теплице я только редактор. Точнее, это не я, а тестовый аккаунт на Facebook для экспериментов. У меня тут была создана какая-то страница. Да, вот. Переходим в настройки страницы. Это закладка наверху. И вот они, общие. Видите, тут много всего, но все по-русски и, в принципе, понятно, что скрывается за каждой настройкой. Вот, например, тут можно удалить страницу. Еще раз напоминаю, аккуратно назначайте администраторов. Ну вот, самое простое – публикации посетителей. Разрешить публикацию, установить премодерацию или запретить публикации. Ну и так далее. Так что еще раз, основные настройки безопасности у нас здесь, в закладке и общие. А вот тут в закладке роли страницы вы выбираете, кто кем будет. И еще два слова о группах. Где-то у меня была еще и тестовая группа. Вот. Надеюсь, отличие группы от страницы вы знаете. В группе настрой гораздо меньше, чем на странице. Это более примитивная форма, если можно так выразиться. И, кстати, настройки сосредоточены не здесь, как могло бы показаться, а вот тут. В достаточно неприметной закладке с тремя точками и словом «Еще». Кино такое, кстати, есть про аукцион, если не изменяет память. Здесь тоже все по-русски и понятно, кто может публиковать, кто может принимать участников и так далее. Но главное, основополагающее, что ли, настройка – это конфиденциальность. Общедоступная, закрытая или вообще секретная. Секретная на это не то, что в Telegram секретная. Тут, кому надо, те прочтут. Но имейте в виду, что менять настройки, как вам заблагорассудится, можно только пока группа не перевалит за 5000 человек. Потом можно только увеличивать конфиденциальность, а уменьшать нельзя. Ну а здесь, в закладке участники, вы можете раздавать права. Тут возможно назначить человека только администратором или модератором. Вот такие нехитрые манипуляции вы можете осуществлять со своей страницей или группой в Facebook. Все, любите друг друга, проверьте безопасность аккаунта, не раздавайте права на право и налево и спите спокойно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теблицы социальных технологий.